Военная поисковая экспедиция вахта памяти 2024 завершилась. Тюменские школьники из 34-го лицея и ветераны Красноселькубского и Надымского землячеств вернулись домой. О том, сколько бойцов Красной Армии удалось поднять и чьи имена уже установлены, расскажет нам командир поискового отряда «Память сердца» Валентина Петровна Гаврилова. Здравствуйте. Я очень рада, что в этот раз с нами были ветераны землячества Надымского и Красноселькубского. И хочу в первую очередь поблагодарить всех ветеранов, Союз ветеранов Ямала за поддержку отряда на этой вахте. Вахта была у нас по счету 26-я уже. Отряд в этом году отмечает свой юбилей 25 лет с момента образования. И 10 ветеранов ямальцев уже за эти годы побывали в полевых экспедициях, в полевых сезонах по 20 дней примерно. Вахта прошла удачно, потому что нам повезло с погодой. Три дня была очень хорошая погода, потом небольшой дождь, но помогло нам представительство, обеспечило нас большими черными плащами, то есть мы все дни работали. Можете мне рассказать более подробно о том, где вы были? В годы войны Ленинградская область, а ныне Новгородская область, Старорусский район. Значит, мы были вблизи трех населенных пунктов Старорусского района. А какая армия в тот момент была там и какие вообще бои проходили? Почему мы работаем именно в этой части территории Новосельского поселения? Потому что там в 1942 году стояла наша сибирская 364-я стрелковая дивизия, которая и большие потери там имела, и самое главное, что там числится в этом районе, и в этот период за полгода, тысяча семь бойцов, пропавших без вести. Вот, чтобы вы это представляли. А с другой стороны Старорусы, там шли бои, в которых участвовала наша 384-я, Ишимская дивизия, которую называют Ишимская дивизией 384-я. Поэтому нам эти места хорошо знакомы по архивам, по опросам родственников, которые у нас живут здесь, в Тюменской области, и довольно много во всех районах. Две были тяжелые воронки. Почему тяжелые? Потому что глубина достаточно большая была, и огромное количество воды пришлось вычерпывать руками, потому что трактор туда не смог подойти. Значит, это в районе Утушкина. Потом пошло, наверное, ветер 50 грязи, который нам пришлось перебрать, и только потом мы обнаружили останки семи бойцов там. Вот, что было с теми бойцами, мы сегодня можем показать, потому что там, в этой воронке, мы не нашли ни одного медальона. Но зато нашли очень редкие экспонаты. Вот этот... Здесь находился паркбилет. И прямо вот написано, напечатано буквочками там, что это действительно был паркбилет. И по контуру, значит, мы тоже видим, что паркбилет. Еще интересная очень такая находка, редкая находка для меня. Вот он сломан, но он работает. И это американский компас у нашего советского бойца. То есть по Ленд-Лизу в 1942 году, скорее всего, что они получали и часы, и компасы, значит, американского производства. Очень редкая находка, я бы сказала. А вот вторая воронка, в которой было 9 бойцов, она оказалась более результативной, потому что там у троих бойцов были медальоны. Медальоны, получается, мы сдали на экспертизу, потому что побоялись сами читать, из глубины такой вытаскивать. И экспертиза уже установила, что мы подняли бойца Шипицына с Алтайского края, нашли его родственников. И вот его ложка, показываю, такая вот интересная ложка. Она будет передаваться запиской, медальон, и ложка будет передаваться уже в Алтайский край родственникам. Из Брянской области Жукова бойца – это красноармейцы, которые пропали без вести в 1942 году, чьи имена мы действительно возвратили. И я уже могу показать смело фотографию, потому что 7 мая – это иркутский наш боец. 33 года ему, по нашим данным, всего семью он имел. Сокольников его фамилия, Митрофан. И когда правнук нам звонил, он говорил, я внук Митрофана. Но мы бойцов чаще всего по фамилиям помним. Я говорю, вы уточните фамилию сначала своего прадеда, он потом говорит, Сокольников. Я говорю, да, Сокольникова мы подняли, Сокольников наш. И его личные вещи мы передали правнуку 7 мая. А вот взамен получили пока такую фотографию. Это вот у всех трех наших родственников, родственники нашлись у всех трех наших бойцов, чему мы искренне рады. Но, правда, не все смогли приехать на момент захоронения. Но мы перешлем личные вещи их, и это надежно, ну, 100%. Но самая большая удача у нас, конечно, была другая. Получилось так, что в великое село, которое 8 километров от нашей базы находится, мы ходили с 2007 года. И проводниками у нас были тогда два молодых человека – Смирнягины, братья Роман и Денис. Дядя их болотоход имел, вещи на болотоход, потому что там Бобровую переправу надо было переплывать, все, а мы пешочком шли. А потом оказалось, что их дядя взял в аренду в этом великом селе, не жилое совсем, взял в аренду землю, пчеловодством занялся на пенсии и через дорогу посадил огород. Ну, а Денис, конечно, раз там… Ну, все ребята там, вот, молодежь, они практически все имеют металлоискатель, у кого какой. Ну, и он с металлоискателем вместе с другом Алексеем решил пройтись там. И зацепились, вытащили, железячку смотрят, а она от самолета. Они, парни, заинтересовались, от какого самолета. Ну, все, выяснили, что деталь, специалистов нашли из отряда «Сокол» новгородского, выяснили, что это деталь от самолета «Лак-3». Одноместного самолета, который испытывался в 1940 году, а только в январе 1941 года, он эксплуатировался и по 1944, то есть вообще маленький период такой. Вот, когда выяснили, выяснили, что 23 марта 1942 года вот эти самолеты прикрывали наши бомбардировщики, и из восьми один только не вернулся с выполнения боевого задания, уже у нас поиск как бы завершился. Мы нашли самолет «Лак-3», одноместный, с летчиком, фамилия которого установлена по номеру 121616. Яковлев Владимир Тимофеевич. 19 или 20 лет ему было, не знает даже внучка его младшего брата, потому что есть дневник одного из ветеранов Великой Отечественной войны, этот дневник не опубликован, это Яковлев Сергей Тимофеевич, младший его брат, 1925 года рождения, вел вот эти дневники и оставил внучке Устиновой Елене Борисовне. Мы ее нашли в Москве. Поиск был, конечно, трудный. Через бессмертный полк, вот сразу хочу сказать, очень трудно найти родственников. То есть бессмертный полк захотели бы вы получить информацию, кто туда, я туда предоставил какие-то свои данные, они не дадут. Сразу сказали, неделю ищите самостоятельно, а потом только они сами перезвонили вот этой Устиновой Елене Борисовне, захотела ли она с нами пообщаться. Она дала сразу свой номер телефона, мы бы номер телефона позвонили, и она приехала уже 7 мая на место захоронения. Они приняли решение похоронить его в аллее летчиков в городе Старо-Руссо, там есть аллея летчиков. Вот он был как 13-й экипаж, уже там похоронен на этой аллее. И потом на следующий год уже установить памятник. Если фотографию не найдут, то решили самолет, вот этот ЛАГ-3, изобразить на этом памятнике со всеми данными. Вот такая судьба. Мы за 25 лет работы первый раз поднимали самолет, вот честно вам говорю. Всего 17 таков результат. Вы сказали, что больше тысячи бойцов вот тогда пропали без вести, а сколько удалось уже поднять из них? В Великом Селе должно быть по списочному составу 517. Поисковикам удалось вернуть 117. Почему мы там ищем, в Великом Селе? Каждый год практически ищут поисковики, потому что нужно найти или одно большое санитарное захоронение, в котором 400, или может быть 4 по 100, в котором захоронены. После того, как битва под Москвой прошла, очень многие воинские части, они пошли дальше к Ленинграду, то есть в Ленинградскую область оттуда. Как бы считали, что на отдых идут переформирования, доформирования. А там фашисты стояли, можно сказать, тоже насмерть. Потому что приказ Сталина был 23 февраля 1942 года русу взять, а приказ Гитлера своим по коленам в краю стоять русу не сдавать. С одной стороны Москва, с другой стороны Ленинград. Вот там и было задержано. 7 дивизий окружено в январе 1942 года. Вот наш летчик Яковлев, еще раз вернусь к нему, с 17 марта 1942 года по приказу Ставки Верховного Главного Командования участвовал в Демьянской военной операции. И погиб он через неделю. То есть он погиб 23-го. С 17-го их авиагруппа прибыла туда, а 23-го он погиб. Наверное, многие спрашивают у вас, почему вы столько лет уже занимаетесь поиском. В моей семье 11 человек ушло на фронт, и двое пропавших без вести. Причем вот Гаврилов Петр Михайлович 1918 года пропал без вести как раз в Ленинградской области. А Гаврилов Николай Михайлович, старший, он погиб в деревне Соколова, где сейчас у нас база Старорусского района, тогда Ленинградской области 26 марта 1942 года. Наверное, ну как, смысл жизни, поиск мой. Хотя я учитель русского языка. А вы нашли своих родственников? Нет. До сих пор? Двое моих до сих пор пропавших без вести. А по линии мамы и по линии мужа. Нет. Жду, но думаю, это будет самое большое счастье. Вот как иногда у нас дети, в этот раз девчонок много было, и когда родственники приехали и плакали, землю брали там, плакали, вот, они заплакали вместе с ними. Это вот можно было видеть. Они рыдали, они же ко мне подходили, и они рыдали. То есть они не могли остановиться, потому что это в эмоциональном плане, вот, на ребят очень действует, когда родственники приезжают на место погребения, хотят видеть, где погиб, мы въезжаем туда, где погиб, и они берут землю для того, чтобы соединить мужа с женой, сына с отцом там, на могиле. А мы все переживаем вместе, мы все это переносим через свое сердце. Поэтому память сердца, да? Память сердца. Поэтому память сердца. Редактор субтитров А.Семкин